Я взяла, раз себе ноги отстригла и все. И какой уж ты имеешь право, это уже мои фото-карточки-то. Ну у меня не разорядется, она у меня по одной плачке будет ходить. Почему? Сегодня не есть, сегодня пост. Она знает. И я молитвой ее давлю. Она что-то готовит здесь. Я сажусь, она на стол подала, я ей хоть что-то там сказать. Ну бурчать начинает. Для меня это отравленная пища. Я ложку положил в угол, Богородица, Дева, радуйся, пою. А вернусь, она рядом стоит, молится. Она молитвой все сшибает. Сел за стол, она утихла, маленько погодила, она держала сильно. И опять заскорбела. Я опять положил ложку и пошел опять молиться. Раза три, теперь на работу и те не поел, и те теперь печально. Она сготовила, я не буду, твоя пища, ты делала, да, злопилась тут. Она живот прожигает. Ну вон что. Поняла? А вы сейчас есть будете? Да, именно так. Вот, матушка, просьба моя к тебе. Сейчас мы поедим, мы тебя возьмем в машину. Один из нас останется здесь с Женей. Сидим на кладбище. Согласись? Я хочу, мне трястись не могу. Я не понял. Она трястись не может. А мне надо трястись. Трястись не надо. Трястись. Трястись. А, трястись. Все, тогда остаешься. Вы Женю-то отпустите с нами? Да, да. Она могилу знает, Женя? Могилу-то знает. Все, больше чертить еще. А, трястись нельзя. Все, все. Снято. Спаси Христос. Мы оттуда вернемся и даже заходить не будем. Только берем Сергея, он с собакой остается, и мы уходим. Я вот с ней сегодня много поговорил где-то. Ну, я всем доволен. А чем я недоволен, я сказал. Я недоволен чем-то был. Сказать слух? Скажите, конечно, что у меня нет шторок. Шторки должны быть вот тут плотные, и они должны намного дальше заходить. На уровне этого, где верхняя перекладина. А вторая шторка на полное окно. Чтоб с улицы никто вас не видел. Это не просто опасно, а смертельно опасно. Люди, которые вы смотрели, ага, так, молодая девчонка, они все это видят. А видно когда? Днем не видно, а когда видно свет, включая, как на экране. Это единственное, что мне очень не понравилось. Я вчера покрутился, покрутился, ну ладно, здесь задернули. А если на свет бы включила, а шторки нет, я в комнате не буду стоять. Я наклонюсь, чтобы меня не видно было, и ползком выйду на улицу. И она, главное, согласилась. Я говорю, да ты не старообрядка, еще ты соглашаешься, за стол приглашаешь людей, которые не твоего вероисповедания. Да тебя за это еще гнобить тут будут священники-старообрядцы. Не будет никто. Ну, если бы мы... Вот я думал так. Сейчас мы Вале позвонили, там СМС бросили письмо. Она, ну, Петя дома скажет, еще, что не каньян тут встречать. Я говорю, мы машину поставим около окон, он выйдет на улицу, уходите с моей территории. Я так, как, ну, как Федя. Мы бы на улице машину поставили на ту сторону, и здесь бы ночевали под окнами. Все это засняли. А потом бы показали руководству, епископа, митрополиту, там, кормили. Вот, смотрите, вот чего вы приняли людей. А эти нормальные люди были. Но, находясь у вас в церкви, они сделались как демоны злобные. А написано, странника, приветил, накормил. Ты принял пророка во имя пророка. И подал чашу холодной воды. Ты дома сидишь, ты получишь награду полную, как пророка. Это нам Евангелие говорит. Но получилось не так. Валя говорит, все готово, дом большой, вас ждите. Я говорю, еще раз переспроси. Она, все хорошо, поезжайте. Она вам эту баню приготовила. Ну, мы смыли себя, все-таки всю дорогу, едешь, пыли, там ремонтируешь. Конечно, конечно. Мы очень довольны. И это засняли. Володя все это увидит. Представь, живая мама, как мы с ней говорили. Может, у тебя наказ какой будет для Володи, для детей? Да, что у них все нормально, все. То есть они все слышали, все знают? Да, конечно. Вам уже сколько лет? 89. 89. Ты на 16 лет старше меня. На 16 лет. Дай Бог вам дожить еще больше. Дай Бог, что он еще дожить вам больше. Спасибо, Христос. Я хотел спросить, Александр Иванович, а в этом доме и умер? А из-за чего у него было, когда он был, парализация у него произошла? Какую-то трубу что-то тянули? Нет, видите как, вот во дворе сейчас банят. Бурилишь, что важно? Да, да. Мы не бурили, бурили это там, а это копали. Копали. Ага. Ну, колодец. И вот виталия, это, ну, вначале воды было мало, потом все, это, там, затягивать, затягивать, затягивать. Ну, Александр говорит, давайте почистим, ребята. И вот виталия был там в колодце, а отец вытягивал. Коловоротом. Да, ага. А Петя таскал. Вытягивая таскал в сторону. Ну, и вот в том вечером все это хорошо, было нормально, помолились, мне были спать. А утром я рано слышу, что такие шаги какие-то, знаете, как пьяный человек ходит. Подошла к нему, он в маленькой комнате жил, спал. Я говорю, что с тобой? Да, говорит, у меня что-то, рука онемела, и вот весь бок онемел. Я говорю, надо вызвать скорую. Да нет, не надо, как раз 8 марта было. Сейчас они там празднуют, все. Я говорю, нет, надо вызвать. Настоял, не надо, я отлежусь, и все. И вот в 12 часов, слышишь, я вышла, а потом захожу, что какой-то храп какой-то. Подхожу, а он уже, это, его проливовало. Вот, ну, вызвали скорую. Значит, все, это от натуги, наверное. От натуги, да. Ну что, я помню, когда были здесь, то он левый кое крестился, и у него здесь выбито было дырочки, и зашили. Он выдолбил в костюме. Он, ладно, молился все время. Ну, я не знаю, конечно, это мое личное, как говорят, может быть, субъективное мнение, но мне кажется, что Александр Иванович в раю. Это был человек глубочайшей веры, любви. Я все вспоминаю, как он меня привел первый раз к себе в дом, и прописать надо мне было, я же приезжий был. И он сразу показывает мне, ты будешь жить у меня. Я говорю, а где спать? Он на свою кровать. А кто, я говорю, спит на ней? Я. А ты где? Ну, я рядом буду, возле постели. Понимаете? Такая семья, 10 детей, и где бы еще не собирали деньги кому-то помочь, он везде всегда был участник первый. За 60 километров из Китима-то только до города. Там еще пересадку делать. И чтобы он там пропустил без нужды, вообще этого никто не знает. Он молительник был большой. Да, он так и говорил, господи, хоть бы мне до конца жизни молиться можно было. А вы знаете, что у меня есть записи его голоса, как мы беседуем? Нет. Это у меня есть все. И кажется, они у меня выставлены в интернете. Так, мы за стол садимся. Садимся. Так, молимся. Видите, как чудно Господь устроил. За молитвы святых отец наши, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Отче наш, иже и Си на небесе, як да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. И остави нам долги наши, як же и мы оставляем блажняков наши. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Неприста, и во веки веково.